Dying Light 2 Stay Human похоже возьмёт на вооружение то, что понравилось поклонникам первой игры. Более того, выведет это на совершенно новый уровень. Оригинальная Dying Light застала многих врасплох, когда вышла в 2015 году. Благодаря рукопашному бою, паркуру от первого лица и циклу день-ночь, сражаться с ордами зомби было гораздо интереснее, чем в большинстве стандартных шутеров. Появившись почти 7 лет спустя, Dying Light 2 многое добавляет к этой победной формуле. Благодаря новому взгляду на Dying Light 2 Stay Human мы получили более близкое представление об истории, окружающей сюжет. Больше предыстории, больше нюансов и больше опасностей, выходящих за рамки первой игры. Techland Games ранее подтвердила, что в игре есть тяжёлые последствия, выходящие за рамки очевидных. Некоторые из них даже потребуют более одного прохождения игры, чтобы увидеть их в полном объёме. Игроки будут вынуждены принимать невероятно трудные решения в различных безвыходных ситуациях. Решения, которые повлияют даже на сам мир. Иногда эти серьёзные последствия проявятся даже в самом конце Dying Light 2. И тогда игрокам будет уже слишком поздно повернуть время вспять. Вселенная Dying Light и так была феноменальной. Но добавление новых элементов, напоминающих RPG, делает её ещё более захватывающей, чем когда-либо прежде. С полноценной системой последствий, сюрреалистичным взаимодействием с людьми и множеством вариантов общения на выбор, Dying Light 2 имеет потенциал стать массовым хитом. Более того, у неё есть шанс изменить индустрию и наш подход к разработке в будущем. Как Half-Life в своё время повлияла на жанр шутера от первого лица и игры в целом, полностью изменив подход студии к разработке игр, так и Dying Light 2 Stay Human может сделать то же самое. Если всё сделано правильно и верно, то сокрушающая мир, в буквальном смысле система последствий и реактивная эволюция окружающей среды могут стать совершенно беспрецедентными, изменив представление о том, что значит создать полностью погружённую вселенную, которая может меняться, морфироваться и разрушаться. Последний геймплейный ролик демонстрирует больше информации о том, что именно может предложить сиквел, и больше о предыстории сюжета. После столь долгого отсутствия каких-либо новостей, не так давно появилась долгожданная информация. Это развеяло многие опасения, что сиквел застрял в аду разработки, хотя путь к нему не обязательно был лёгким. Пожалуй, самая приятная новость заключается в том, что у Dying Light 2 Stay Human наконец-то появилась дата выхода. Она наступит 7 декабря для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One и пока!